В мае 2022 года Алмаз Шахимов ушел служить в армию. Он поступил в расположение воинской части 5571 в Алматы. А уже вечером 9 августа родителям срочника позвонили из Национальной гвардии и сообщили, что Алмаза больше нет в живых. Боль утраты дополнил шок, который испытала мать военнослужащего, когда увидела тело сына. Я открыла лицо сына, левый глаз был очень опухший, синяк. И сразу я заметила на шее удушение. Я начала кричать, плакать, что его душили. Видно было, что у него ножевые ранения, три ножевых ранения. И очень много побоев. Моего сына притали и убивали жестоко. Вдобавок к этому эксперты зафиксировали травму черепа Алмаза, а также ожоги от сигаретных окурков на спине. Все указывало на убийство, говорит мать срочника. Но в Национальной гвардии долгое время придерживались совершенно другой версии. Якобы во время учений на полигоне военнослужащий Алмаз Шахимов угодил в песчаную бурю, из которой живым он не вышел. Выходя крайним из палатки, получил травму головы от удара металлического каркаса палатки. Сразу же была оказана первая медицинская помощь, и он был доставлен в городское медицинское учреждение города Кунаев. В городской больнице Кунаева была констатирована смерть военнослужащего. Своими самоотверженными действиями рядовой Шахимов Алмаз спас своих товарищей, но сам получил тяжелую травму головы. Расследование уголовного дела по факту гибели военнослужащего спустя какое-то время закрыли. Родные же пытались доказать, что это не несчастный случай, а настоящее убийство. Для этого даже пришлось эксгумировать тело. После обследования судмедэксперты заключили. Характер полученных при жизни травмы указывает на то, что удары пожизненно важным органам наносили целенаправленно. И это противоречит официальной версии о несчастном случае. Когда был у нас эксперимент в полигоне, оказалось, что это вообще не так. Манекин они сделали, манекин лежит в другой стороне. Уже начали они путаться своих. И один говорит, я нашел, второй говорит, я нашел. Видно было, что они уже подготовлены, уже забрались, уже забыли. Вначале что они говорили, сразу видно было. Моему сыну самому нужна была помощь. Вот такими побоями он не мог никого спасать. Записи с камер видеонаблюдения, которые могли пролить свет на происшествие, таинственным образом исчезли. Как и другие улики по этому делу. В оконцовке оказалось, что они его уничтожили, потеряли. И одежду моего сына два раза его переодевали. Когда его избивали, одна одежда была на нем. Когда привезли в больницу, вся одежда была упитана кровью. А сейчас, в котором экспертиза находится, по делу проходит эта одежда, она не его, потому что ни одной капли крови нету. Ну как так можно? По словам Индиры, во время службы в армии на ее сына оформили несколько кредитов, но общую сумму в 750 долларов. В ходе следствия офицеры воинской части признались, что это они попросили Алмаса оформить займ. И его никто не заставлял. Мать погибшего срочника предполагает, что отказ в просьбе мог стать причиной расправы над ее сыном. Но в Национальной гвардии попытались это скрыть. Поэтому расследование продолжается. Здесь стоит добавить, что Алмас Шахимов погиб в той же части, где позже пострадал другой срочник, Ербаян Мухтар, которого вернули домой в беспомощном состоянии. Ему втайне от родственников удалили часть головного мозга, поэтому он не мог самостоятельно даже есть и пить. Как и в случае с Алмасом, руководство Национальной гвардии заявило о несчастном случае. Даурен Хайргельдин. Настоящее время Азия. Казахстан.